Здравствуйте! В эфире телеканала «Кариба. Итоги недели» в студии Олеся Хитагурова. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Социальная сфера, спорт и развитие Дальнего Востока. Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. Реке Магаданки конец. Очередная жалоба в редакцию нашего телеканала. Почему во Владивостоке популярная лапша называется «Досерак» и что такое материк по-магадански? Радиомост с Приморьем провели диджеи «Карибуарт». Душа внутри плюша. Проект «Наши люди» о магаданцах с интересными хобби продолжается. В 15-й раз обратился президент Владимир Путин с ежегодным посланием к Федеральному собранию. По окончании мероприятия его прокомментировал сенатор от Магаданской области Анатолий Широков. Принципиально важно, чтобы на сегодняшний день ответы на вопросы, которые мучают дальневосточников, это транспортная доступность, это уровень заработных плат, это возможности использования современной социальной инфраструктуры, чтобы эти вопросы находили ответы не только в послании президента, чему мы сегодня были свидетелями, но и в конкретной деятельности, в конкретных ресурсах, в конкретных делах власти на дальневосточных территориях. Бухгалтерская дремучесть региональных министерств приводит к многомиллионным штрафам. Об этом рассказал губернатор Сергей Носов на очередном заседании правительства. И опять возвращаюсь к пресловутому онкоцентру. Кто когда подписал акт проверки, по этому акту нас сейчас штрафуют почти на 70 миллионов рублей в бюджет Магаданской области. Объясняй, кто-то когда-то, ну подумаешь, мало ли чего, привычка такая. Не выполнил, не освоил вовремя деньги. И по суровым правилам Российской Федерации, я только удивляюсь, почему положение бюджетного кодекса заканчивает свои действия на уровне правительства Магаданской области, а дальше не действует. Это значит работа, а вернее отсутствие работы какой-либо Минфина. Я имею в виду соглашение, по которому вы, как сеятель, разбрасывали деньги в разные стороны, по городам и весим. И мне в Минфине говорят, слушайте, а акт-то зачем подписывали? Кто акт подписал? Что согласен фактически на то, что нас будут штрафовать? Минстрой подписал. Минстрой подписал. Окей. Минстрой подписал. Минздрав, значит, называется, никуда не смотрел. А 70 миллионов, значит, просто так. Сейчас будут снимать, потому что такие правила. Магаданки конец. С таким заявлением к нам в редакцию обратились жители третьего микрорайона. По их словам, в реку сливают отходы с очистных сооружений, которые наносят водоему непоправимый вред. Ну вот, как-то вот так это все происходит. Это вот труба. А очистные сооружения там вверху. Амбре поднимается до самого неба. Вот это да. Вот это да. Добились стабилизации работы по основным показателям, а по некоторым даже улучшили. Таковы результаты исполнения задач, поставленных перед Следственным управлением по Магаданской области в 2018 году. Об этом говорили на расширенном заседании коллегии. По словам руководителя управления Александры Просиной, за отчетный период выросла эффективность рассмотрения сообщений о правонарушениях. Больше почти на 15,5% возбуждено уголовных дел. Увеличилось количество выявленных преступлений экономической направленности. По-прежнему в области подавляющее число дел связано с коррупцией. В два раза больше стала эффективность мер по возмещению причиненного вреда. Также улучшилось качество предварительного следствия и процессуального контроля. Если общее число зарегистрированных преступлений и количество тяжких и особо тяжких преступлений на территории области выросло, то количество убийств зарегистрировано на 8 меньше, чем в прошлом году. На половину меньше совершено изнасилований. На уровне прошлого года осталось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. При снижении общей раскрываемости преступления по области следует отметить, что раскрыты все изнасилования, до 91% повысилась раскрываемость убийств. Грипп и ОРВИ с новой силой бьют по Магадану. Как защищают свое здоровье жители областного центра, узнаем в проекте «Народное мнение». Здравствуйте, скажите, как вы защищаете свое здоровье от вирусов гриппа и ОРВИ? Я никак. Сижу дома, закрываю рот. Витаминчики. Витаминчики до прививки, и больше ничего не надо. В принципе, и поменьше народу вокруг. Ой-ой, вот видите лекарства пьем. Вот и все, это плохо. Иммунитет укреплять. Ну а как? У каждого свой способ. Мы на природу часто выезжаем, постоянно все лето на море проводим, на сопке. Ну то есть и живем за городом, не в городе, в своем доме. Ну а таблетки, по-моему, сейчас ни одной таблетки не помогает укрепить здоровье. Есть витамины. Заниматься спортом на свежем воздухе. Это все, что нужно. Как не болеть? Как защитить себя от вируса? Здравствуйте, я не знаю. Я сейчас болею. Пришла в аптеку сюда. Как не болеть? Да просто не болеть. Действительно ли в Магадане нет железной дороги? И правда ли, что во Владивостоке китайцев живет больше, чем россиян? Радиомост Колома-Приморье провели ведущие радио Карибу Арт и Лемма. Как это было, смотрите в следующем материале. Был такой вопрос, Татьяна, от слушателей, вы удивитесь. Правда ли, что все, что не Магадан, это материк? Да, да, да. Вот на материке. То есть, если ты говоришь на материке, значит, это вот не в Магадане. В любом другом городе, но не в Магадане. Правда ли, что у вас во Владивостоке доширак едят исключительно палочками? Я вчера ел вилочкой. Вилочками? Он же у вас, наверное, у самых первых во Владивостоке, у кого появился, да? Потом уже по всей стране. Он назывался доширак. Да? Ну, у них ша, наверное, нет уже. Доширак, потом переделали, ну, потому что до, а потом после. Вам, ребят, большое спасибо. Пришлите нам немножко тепла своего плюса просто. Вставляем нам не жалко. До свидания. Родных выходных, Магадан. Пока, Владивосток. Птичья столовая. Видеоролик под таким названием прислали на конкурс от собоведника Магаданский воспитанники группы «Солнышко» детского сада номер 53. Сейчас он лидер по количеству набранных голосов. Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльце. Небогатые корма, горь зерна нужна, горь стяна и не страшна, будет им зима. Сколько гибнет их несчастье, видеть тяжело, а ведь в нашем сердце есть и для них тепло. Душа внутри плюша. Мир детей, а порой и взрослых, невозможно представить без мягких мишек, собачек и зайчиков. В магазинах их огромное количество на любой вкус. Но никакая фабричная игрушка не сравнится с изделием ручной работы. Задумчивые или озорные, пушистые или гладкие. Для других мимишные игрушки, а для неё живые, будто маленькие детки. Надежда Бурдасова свой творческий процесс называет рождением. С помощью нитки и иглы она каждый раз создаёт новую историю. Прежде чем на свет появится плюшевый малыш, Надежда делает его прообраз из пластилина, а уже затем приступает к шитью. Самое большее время уделяется всегда голове. Вот как у человека глаза зеркало души, вот наверное у игрушки тоже глаза зеркало души. Потому что вот устанавливаешь эти глазки, всегда стараешься до того момента, вот когда игрушка на тебя посмотрела, вот она посмотрела на тебя, вот тебе в глаза. Я вот прям здороваюсь с ними. Привет, вот всё, ты родился у меня. Наша мастерица из тех мам, которые особую тягу к рукоделию начали испытывать, находясь в декретном отпуске. Но даже сейчас, выйдя на свою серьёзную работу в областную прокуратуру, она умудряется выкраивать время для любимого занятия. Помнит все свои поделки, но особенно дороги сердцу, подаренные близким – старшей дочери, мужу, сыну. В каждую игрушку я вот вкладываю этот душевный порыв. Но вот именно эмоционально всё-таки вот самый мой любимый мишка – это вот этот вот рыжик. Изначально я его шила как подарок для своего мужа, но младший сын решил по-другому. Он решил, что это его Мишенька. В отличие от шлампованных, каждый персонаж, созданный руками надежды, имеет свой характер. Да, они не ходят и не говорят, но у всех есть свои невербальные эмоции. Кокетливая кошечка, спокойный зайка, серьёзный Миша. Мастерица, узнав о том, что символ нашей компании – мультяшный олень, порадовала нас своим подарком. Пусть он приносит вам удачу во всех ваших благих начинаниях, радуется вместе с вами. С каждой игрушкой надежда расстаётся одновременно и с радостью, и грустью. Вкладывая душу в очередного зверяка, переживает за его дальнейшую судьбу. А тех, с кем не смогла расстаться, поселила в свой творческий уголок в гостиной. Сейчас вас ждёт информация о погоде. Не переключайтесь. 23 февраля в Магадане переменная облачность. Временами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный – 1,7 метров в секунду. Температура ночью – 18-20, днём – 15-18 градусов мороза. Прилив в 12 часов 3 минуты, отливы в 5, 48 и 18 часов 9 минут. На этом у нас всё. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий. Хороших вам выходных. Компания «Черноморье» – официальный представитель санатория «Магадан», расположенного в посёлке Лоу Сочинского побережья, предлагает приобрести путёвки на выгодных условиях. В стоимость путёвки входит проживание в комфортабельных номерах. Отдых и восстановление по кардиологии, неврологии, ортопедии и пульмонологии. Трёхразовое питание, система «Шведский стул», великолепный пляжный комплекс. Более подробная информация по телефону 203-793 и 203-785.